Новая волна коронавируса накрыла китайский мегаполис Шэньчжэнь. До 20 марта власти 17-миллионного города объявили карантин. В большинстве случаев медики фиксируют у пациентов штамм стелс-омикрон, который распространяется значительно быстрее оригинального омикрона. Этот вариант коронавирусной инфекции, который вызвал повышение заболевания в Китае, действительно самая крупная вспышка в Китае с самого начала пандемии коронавирусной, он на самом деле уже по всему миру достаточно широко распространился, и во многих странах он появился раньше, чем в Китае, в частности, в Германии, в Дании и в других странах. Достаточно высокая сейчас тоже заболеваемость, вызванная ровно тем же самым вариантом. И в России он тоже есть, и заболеваемость, безусловно, начнет сейчас расти, хотя бы по той причине, что данный вариант обладает способностью вызывать реинфекции с высокой частотой, то есть люди, которые уже болели, еще раз заболевают коронавирусом, но к уже новым вариантом. Эксперты отмечают, омикрон сейчас находится на своем теоретическом пределе. По заразности вирус приблизился к коре, однако бороться с ним стало проще. Жесткие ограничения в рамках политики нулевой терпимости вынудили крупнейших производителей приостановить свою работу. Так свою деятельность временно прекратили заводы Volkswagen и Toyota. Помимо этого приостановили работу крупные производители электроники, занимающиеся сборкой техники Apple, Sony и Xiaomi. Россия, в принципе, тоже завязана во многом на Китае, но в первую очередь как поставщик сырья. В целом я подозреваю, что все-таки в большей степени сейчас на экономику России будут влиять санкции, которые вводят мировое сообщество, потому что Россия сильно зависит от импорта, в частности импорта плавопроводниковых. Но, естественно, если еще и добавится экономический спад в Китае, то это тоже дополнительно ударит по России. По прогнозам специалистов, Китай может справиться с подъемом заболеваемости в кратчайшие сроки. За все время пандемии лучшие из лучших разрабатывали эффективные стратегии по борьбе с коронавирусом.